Здравствуйте! Это телепроект «Человек в городе», а я хочу вас познакомить с героиней, которая, даже отправляясь на прогулку или за продуктами для семейного ужина, думает, как бы приготовить очередное произведение искусства. Знакомьтесь, Светлана Дидух. Если обычная рядовая женщина способна из ничего сделать три традиционные вещи – салат, прическу и скандал – то моя героиня всем даст фору. Она из подручных материалов создает картины. Вот это пленочка от вареного яичка. Она белая, из нее очень хорошо можно делать смех. А это вот просто чесночная шкурка. Несколько зерен злаковых культур, яичная скорлупа, комочки пуха – и вуаля! Захотелось цвета – можно и подкрасить. А краски, в принципе, я использую все, что мне, опять же, душа моя подсказывает, вплоть даже до зеленки и йода. Этим видом творчества, который по-научному называется «ошибана» или, проще говоря, «живопись растениями», Светлана Дидух занимается уже около 12 лет и до последнего времени особенно не афишировала свое увлечение. В роли главного критика выступает любимый муж. Он именно мой вдохновитель, он меня поддерживает во всем и дает очень много позитивной энергии для того, чтобы я могла что-то делать и радовать всех остальных людей своими работами. Но талант проснулся задолго до замужества. Еще будучи крохой, Света умела шарашить родителей своими творческими идеями. Находясь летом в деревне у бабушки или когда мама была на работе, они пришли и увидели то, что у бабушки я вырезала из шали большие розы. Мне было на тот момент 4 или 5 годик. Из шерстяной большой шали я просто взяла и вырезала там цветочки, потому что они мне нужны были. А у мамы, да, тоже могла отрезать, потому что пробовала, искала себя, мне захотелось шить такой полупальтишко, как у моей подруги близкой. Я просто взяла, отрезала ее пальто, вырезала рукава, пока ее не было, и все мне это хотелось сделать, пока никто не видел. То есть чтобы они уже пришли, а у меня уже что-то готовое, какое-то произведение. Она и сама долго думала, откуда эти способности. Но далеко ходить не нужно. Практически все мужчины в семье Светланы обладали самыми разными талантами. Здесь вот моя бабушка, это вот мама, папа. Как раз папа тоже имеет массу разных талантов. Может и по дереву заниматься. У него хорошо получается изделие из металла. Наряду с игрушками ее комната украшала большая картина «Маша и медведи». Работа знаменитого дедушки. Михаил Иванович прошел всю войну, сумел сбежать из плена и на заслуженном отдыхе тоже взялся за холсты и кисти. Я видела, как он, не имея художественное образование, делал большие картины. Писал просто, беря, когда были еще такие краска Нева. И просто что-то там рисовал, рисовал для знакомых. Хорошо запомнилась картина с лебедями, с большими, с крупными. Потом казаки пишут письмо Атаману. Об искусстве Ошибана моя героиня готова рассказывать часами. История-то древняя. Когда-то воины-самураи тренировали с помощью него свой боевой дух и терпение. Первый гербарий был найден в гробнице матери Тотанхамона. А потом уже это появилось в Китае, в Таиланде, в Корее. А в Японии этим начинали заниматься мужчины. Только последних 300 лет там занимаются этим женщины. Терпение и правда нужно колоссальное. Если обычный художник всегда может добавить необходимые краски на холст, то сухие, почти прозрачные листочки к нашим желаниям равнодушны. Сохраняя фактуру, форму и цвет, опавшие лепестки превращаются в портреты, пейзажи и натюрморты. Надо продумать, как будет отражаться в воде именно деревья, куда будет падать цвет вначале, какая сторона будет темнее, то есть продумать, какие листочки сюда подойдут, как все-таки составить движение воды, то есть движение воздуха, облака, перспективу. Шкурка от вареного картофеля, цветок апельсина или обыкновенные зерна кукурузы. Честное слово, забываешь, что пришел знакомиться с картинами и автором, и начинаешь просто угадывать материалы. А ведь Светлана – обладатель хоть и двух, но от нитней художественных образований. Верх мастерства – портреты из пуха. Не удержалась спросить, сколько бабушкиных шалей пострадало на этот раз. Шалей здесь нет, потому что все работы закреплены на бархате, но я здесь использую драп, потому что хорошую бархатную бумагу в наше время, и хороший бархат, к сожалению, тоже найти очень сложно, с хорошим ворсом. Контур подмалевок и несколько слоев в зависимости от количества полутонов, и пух превращается в картину. В моем искусстве используются все, и мхи, и лишайники, и листочки, и сухоцветы, а в работе с детьми тем более приходится очень много собирать различного материала, в том числе в любое время года. Сегодня в ее коллекции порядка 60 работ. Учитывая регулярные занятия с малышами, список используемых материалов постоянно пополняется. Выходить на коммерческий рынок Светлана не торопится, пока тестирует заинтересованность горожан на персональных выставках. По-женски ей можно позавидовать, кто из нас девушек имеет возможность заниматься творчеством, не думать о финансах и собирать чемоданы в путешествие, как только заканчивается вдохновение. Мы очень многое любим и ездим во все и по стране, и за границей, поэтому, конечно, очень хочется смены впечатлений, потому что, когда приезжаю откуда-то из какой-то поездки, хочется сразу все создать, отразить. Обязательно находясь где-то даже за границей в каких-то магазинах, даже гуляя просто на природе, но в основном, конечно, кроме магазинов, я использую то, что нам дарит природа. Конечно, ни в коем случае нельзя срывать там живые какие-то листья, вот, стараешься использовать то, что лежит. Так и появляется в ее работах египетская мята и израильский розмарин. Главное, чтобы лишние растения не привлекли внимание на таможне. Надо знать места, чтобы это все положить. С фантазией все просто. Как любой женщине, ей хочется украшать свой дом, дарить необычные подарки, ручную работу друзьям и близким и модничать в авторских украшениях. Она знает, как оживить даже скучные баночки на кухне. Недавно занялась росписью по контуру. В последнее время мне все-таки нравится работать с мозаикой. Для мозаики я использую, так как в этой полосе России сложно найти какие-то камни, а уж тем более что-то там, какой-то поделочный камень. Стараюсь, конечно, по мере возможности что-то сделать с сыпучей техникой. К сыпучим техникам относятся песок, разные ракушки. Но этого у нас очень мало. В настоящее время их просто, конечно, больше стало, но иногда цветовые оттенки для мозаичных работ сложно найти. Поэтому я делаю работы из природного материала. Если материала не хватает, приходится идти на хитрость – печь пироги. И не в том смысле, чтобы задобрить мужа, как главного критика, а для пополнения расходников. Только омлетом сыт не будешь, а на одну такую картину уходит немало яичной скорлупы. Прошу, конечно, чтобы знакомые же, родственники собирали эту яичную скорлупу. Но, как говорится, если хочешь сделать сама, то если хочешь, чтобы было хорошо, сделай все сама. Потому что здесь по определенной форме должна быть подобрана скорлупа, она должна быть тоже в определенных условиях, она должна быть очищена от грязи. Поэтому никто этим, конечно, не будет заниматься. Шутки шутками, а вы попробуйте выложить элементарную картинку с скорлупой. Недаром те же японцы воспевают подобное творчество, считая его тончайшим ювелирным искусством. И уж не каждый мастер возьмется за портрет или икону. Один раз, выслушав критику своего знакомого, мне пришлось просто портрет переделывать заново. Потому что он сказал, что это у тебя получился не Есенин, а ты использовал материал, и он затемнил лицо, и получился какой-то араб. Критика по делу – один из главных рычагов движения вперед, считает моя героиня. Уж чего-чего, а терпение ей не занимать. Искусство Ошибана не терпит спешки и невнимательности. И как бы не хотелось быстрее закончить очередную работу, приходится себя осаждать. Надо идти вперед, не сдаваться. И хочется уже большего-большего, потому что хочется уже участвовать в других конкурсах и найти признание других людей, может быть, даже и за границей. Но это будет чуть позже. А пока она подумает над новым занятием с детьми и ужином для любимого мужа. Возможно, именно на кухне в руках окажется еще один необычный фактурный материал, который поможет фантазии разыграться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова